Быстро, чтобы закончить с Марьяной, а потом по Крыму. Ну не надо, еще рано с Марьяной заканчиваться. В 97-м году, я вам напомню, вообще еще не было даже каких-то разговоров и мыслей, что между Российской Федерацией и Украиной может быть военный конфликт. Если помните, Российская Федерация на тот момент была стороной, гарантировавшей наш суверенитет в Будапештском меморандуме. Кроме того, был такой орган координации военного сотрудничества государств-участников СНГ. То есть мы были одним военным блоком, и Россия, и Украина на тот момент. В 91-м году мы были вообще под СНГ, были общие войска. В 2006-м году, я специально, у нас в 91-м году были общие войска в России. Еще раз скажу вам, у нас был один главнокомандующий, куда входили в состав войска, которые стали и в Украине, и в России. Войска СНГ назывались. Я один никого не перебиваю. Смотрите, я специально посмотрел, это два органа, он перестал существовать в 2006-м году. В 97-м году точно никто не представлял, что Россия может быть в каких-то недипломатических отношениях с Украиной. Теперь, касательно сдачи Крыма. Я бесконечно счастлив, что при аннексии никто не погиб. Вот как бы это сейчас ни звучало. Загинули. Прапорщик Кокуриев и так далее. Но вы понимаете, что при полномасштабной аннексии, так как это представляется, при захвате и присоединении территорий, должны были погибнуть огромное количество людей, не только среди военных, но и мирного населения. То есть погиб один человек, правильно? Вы говорите 5000 военных. Смотрите, я рад, что не произошло конфликта в тот момент. По Крыму это отдельная работа, но слава богу, было тихо. Но я прекрасно помню сюжет 112-го телеканала, когда руководитель десантной бригады звонил в прямом эфире и требовал команду от верховного главнокомандующего на тот момент Турчинова обороняться и применять оружие. Я с вами согласен. По уставу постовой или караульной службы, им даже не нужен приказ, они должны оборонять объекты. Но если они этого не делали, наверное, был другой приказ. Потому что другого объяснения я этому найти не могу. И вы говорите, всего лишь было 5000 боеспособных единиц у нас на этот момент в Крыму. Но они же тоже должны были защищать наш суверенитет и нашу территорию. У этих 5000, был весь Східний Кардон, был Крим, была Одесса, которую тоже нужно было держать под контролем. И еще много чего. Это все допущение. Это не допущение. Это альфа и амега військового мистецтва, о котором расскажет каждый військовый. Нам, журналістам, коментуют генерали тих времен, которые пройшли Крим и Рим и суд. Насправді, да, от известный всем генерал Назаров, которого судили-судили, а потом на его, скажем так, апелляции Петрович снова пытался буквально месяц тому сбудовать свою пиар-компанию. Как не с вакциной, то с Назаровым он это любит. Простите, можно все-таки закончить? Извините, вас как зовут? Дмитрий. Дмитрий. Чтобы я корректно обращался. Вы военный человек, правильно? Ну, я участник войны. Вот скажите, пожалуйста, вот если на нас нападают, что должен делать главнокомандующий? Он должен свистать всех наверх, правильно? Объявить, как минимум, чрезвычайное положение или объявить войну, правильно? И задействовать весь мобилизационный ресурс. Я правильно понимаю? А если у главнокомандующего реально не имеет действий для обороны... Подождите мне, как военный человек гражданскому, так должны действовать в армии? Еще раз повторю, главнокомандующий в первую очередь мусит думать про сбережение страны. И если... Тогда он не главнокомандующий, а мать Тереза. У нас уже... Подождите, военные должны защищать суверенитет. Для этого ВСУ и есть. Для этого у него есть и верховный главнокомандующий. Это софистика, потому что, когда идет о сбережение страны, тут уже приходится идти на компромиссы, тут приходится маневровать, тут приходится делать очень много кроков. Кромисс в чем? А что у нас было на Донбассе, что была применена армия, когда погибло мирное население, и еще никто даже не говорил о русской агрессии? У нас на Донбассе была банда Стрелкова, которая сидела в Славянске, как минимум. Яка складалась с российских граждан. Скажите, а что было в Донецке и в Луганске тогда с применением авиации? Я не знаю, про какое применение авиации вы говорите. Я знаю, что на эту тему был очень расшкочный фейк. Когда в Луганске и АГА взорвался якобы кондиционер и погибло десяток людей. А что я, например, пока не слышал ни одного притомного пояснения про кондиционер, конечно, потому что все видели самолеты, куча видео в интернете. А я, например, на відео в интернете бачил людину с стрелой, яка была направлена на те саму будивлю. Я целиком припускаю, что это был пострел с стрелой, а не с лера украинского летака. Такое тоже было. Вы точно военные, вы давали присягу. И сейчас вы, как серьезный человек, говорите правду. То есть вы считаете, что в Крыму не надо было давать команду, а в Донецке надо было применять армию и авиацию, правильно? Я еще раз повторю, я не знаю, про какую авиацию вы говорите. Когда в Словянск зайшла банда стрелкова, однозначно, нужно было использовать армию. Что до Крыму, плюс давайте не забывайте, что на момент, когда пришло захопление Крыму и на момент Донбасса ситуация уже была принципово разная. Уже в разном стане были військовые частины. Максим, простите, ради бога. Дмитрий, вот смотрите, мне по двум позициям вопрос понятен. Я просто для себя свой чужой, вот знаете, как самолет хочу определить. Я вас слушаю, да. Скажите, а когда Стрелков пешком выходил из Славянска, перед захватом Донецка, и когда наша авиация запрашивала команду, чтобы бомбить... Пане Евгене, я перепрошу, он не выходил пешком из Славянска. Серьезно? Он выходил на автовках. И это давно уже исследовано. И в Донецку уже на той момент сидели Ходоковский, сидели инши уже банди сепаратистов. Дмитрий, как он дошел? Вы знаете расстояние от Славянска до Донецка? Да на машинах вони проехали, причому на цивили. Расстояние знаете? А? Расстояние знаете? Я уявляю собередницей. И какой численный состав был? И знаете, что авиация заходила над колонной, не разрешили бомбить? На якою колонной? Цивильных автилок? Вы понимаете разницу между войсками и цивильными автилоками? Там на том видео присутний в Гиркен особисто. Там колонна, которая из Славянска шла в Донецк. А вы можете дать гарантію, что эта колонна была снята не в Підмосковье? Дим, я не могу играть в карты с Шулером. Вы перетасовываете факты. Вы пытаетесь натянуть Саву на глобус, и я не понимаю, почему. А я вам відповім, потому что я, пребываючи на фронте, не раз стыкнувся с брехнею с той стороны. И пока мы об этом не начнем говорить, конфликт там не закончится. И страна будет разрушаться, и из него будут улетать люди. Димитрий, начать нужно с правды. Дмитрий, на самом деле, тут есть права. Какая правда, если нас дурят постоянно, когда я сам видел эти ситуации, когда нам рассказывают о перемирии, а по нас стреляют. Дмитрий, я понимаю эмоции. Можно уточню еще вопросы, которые я вам хочу поставить еще 2 хвилии на том?